Всем привет! Мы с вами в центре нашей деревни. Такой самолёт громадный летит. У нас сегодня монумент Удах. Это день памятников. Магазины закрыты. Сегодня посещение памятников. Смотрите, какие красивые. Так что здесь сейчас очень шумно. Упал. Упал ребенок. Пошли. Доигрался. И здесь у нас вот такой прям в центре карусей поставили. И вот так вот много. Только что крутилась карусель. И вот столько народу. Люди гуляют с семьями. Центральная наша улица. Вот тут ещё и перед выборами проводят всякие агитации, мероприятия. У нас здесь магазин игрушки. Ну и вот там в самом конце там Хемента, наша мылья. И сейчас мы зайдём с вами в игрушки. А мы зайдём в игрушечки. Здесь мне как раз нужно кое-что посмотреть. Магазин практически пустой. Лего. Такое. Здесь дети очень любят играть. Лего. Play my bio. А здесь вот какие хорошенькие. Это что такое? Попси. Что это? Какие интересные. Для самых маленьких. Ой, какие классные. Грузинки такие. Много новых игрушек. Экологически чистые деревянные. Ну ведь зайки хорошенькие. Столько 20 лет назад дарила для своих племянников. Практически для всех. Вот такие телевизоры. Интересно. Смотрите, какой велосипедик. Но вас этим не удивить. Роботы, трансформеры. Всякие для самых маленьких. Какие прикольные вот эти штучки. Это что-то новое для меня. Я давненько не была в игрушечном магазине. Такие цены. Ой, здесь Playmobil. Вот у меня дочке очень тоже нравилось. Тут тоже у всех деток есть. Все играют. Очень хорошо для развития детей. Сюжетно-ролевые игры. Вот с такими всякими куколками. Рыцари, пираты, русалки, лептон, доктор. Ну, кто хотите. Классные игрушки, конечно, очень. Тут уже для деток побольше. Компьютерные. А вот смотрите, какие дракошки. Прикольненькие. Не знаю, как по-русски называется этот мультик. Наверное, как Укроти дракона. Даже не знаю. Но хочу сказать, как-то так мало стало игрушек. Раньше это был магазин Barsmith. И было как-то побольше. Какие. Какие. Смотрите, какое. Это что такое. Для меня это тоже что-то новое. Прикольные такие. Какие хорошенькие мягкие игрушечки. Это что, 98 центов. Это даже интересно. Крокодильчики. Смотрите, какие. Классные. Классный крокодил такой. 8 евро. Куколки. И какие-то новые куклы. Я таких не знаю. Что тут происходит. Ныряет. И тут какие-то прикольные всякие пупсики. Бэйби Борн. По-моему, они стали как-то симпатичнее. Эти Бэйби Борн. Всякие аксессуары. Тут конечно. Ой, вот посмотрите, какая. Это керамика. Какие симпатичные. Интересные такие. Крюшки какие. Украшения для девочек. Интересненько. Одежки. Еще куклы. Вот какие-то. Больше. Мы столько всего. Ну, кукол вот как-то мало стало. Был отдел гораздо больше. О, и вот это вот. Такая милота. Игрушечки. Смотрите, такой домик. Наборчики. Мебели. Интересненько. А здесь для маленьких модниц. Экспериментаторов. Рюкзачок какой. Это что такое? Пластмасса. Рюкзачок. Шкафчик. Интересно. Работник уже уходит. Рюкзачок. 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 Пор multарг. Окей, спасибо. Смотрим быстренько. Окей? Батарейки я купила. Мужика, интересно. Какое узенькое горлышко. Это распродажа здесь. Вот хотел. 8 евро. Хорошие такие наволочки. А вот помните, я вам показывала в магазинах в садовом центре такие колбы. Вот это составляете свой набор растений, мха. Закрываете, ставите куда хотите и забываете. Только любуйтесь. Это у нас такой типа хостелары тут. Все. Все, что хотите. И книгерсы. И вот это пластиковая посуда, и канцелярские какие-то товары. Вот еще летние остались. Немножко игрушек. Раньше было побольше. Вот какие-то моющие. А вот даже для самых маленьких. Такие игрушечки, приспособления. Посудка всякая, соски. Вот такие хорошенькие ложки, вилки. Такие стаканчики, тарелочки. Ну и всякие приспособления, принадлежности. А вот, пожалуйста. Вот это вот очень хорошая марка. Все работает. Вот именно для сада. Это их анслакон. А здесь, кстати, постельная. Вот что такое симпатичненькое. Полотенце. У них тоже, кстати, хорошие полотенца. Толстые такие. Хорошие. А вот большое. И лицевые. Пластик для туалета и для ванны. Тоже магазин был раньше гораздо больший. Два этажа занимал. Это в каждом городе есть этот магазин. Сейчас все меньше и меньше. И вообще поговаривают, что чуть ли не закрывается. Печально, конечно. Громадные такие магазины вытесняют. Те, которые поменьше. Но эти, кстати, не такие уж и маленькие. Толкушка какая. Это кисточка. Вот какая лопатка хорошая. 13,50. Терочки. Какие хотите. Для сыра. Ножи. Вот хорошая она же. Кастрюли. Сковородки. Как раз сестра спрашивала. Никель фрай. Без никеля. Или маленькое содержание никеля. Кастрюли. Их не так легко найти, кстати. Тут всякие банки. Для хранения. В общем, видите, такой самый настоящий хост товара. Все для дома. Керамическая посуда, кстати. Стекло. Здесь люди домой покупают. Самые простые элементарные стаканы. Такие. Высокие. Вот такие. Тут же они и в ресторанах, и в кафе. Ну, вот эти вот подороже. Это не хрусталь. Это хорошее качественное стекло. У них и бокалы. Тут никто не гоняется за хрусталем, богемским стеклом. Берут то, что удобно. И чтобы было не жалко, если это разбилось. И потом пойти купить другие. Кстати, если никель фра и без никеля, то вот рекомендуют вот такие, эмалированные. Но опять-таки очень осторожно с ними нужно. Ну, а вообще стекло, конечно, без никеля. Сейчас просто к чему-то говорю. Вот сейчас у очень многих людей аллергия на никель. Вот такая проблема. Итак, здесь у нас кофе-машина и принадлежности. Вот это вот фирма DA Dao Airbirds. Здесь очень знаменитая фирма, которая кофе, ну, фасует, не производит, а фасует. И вот у них свои сопутствующие товары. Не дешевые, но люблю их качество. У меня такие чашечки. Нет, последние. Такие у них появились. А вот и пекрик, кстати. И вот тут же вы можете и кофе. Вот это кофе, да, вот Эхбердс. Кстати, хороший кофе вот этот. Ну, весь неплохой. Просто более интенсивной обжарки. Темный, без кофеина. Основная масса берет вот арома рот. Я люблю вот этот золотой. Вот это молотый. Мы берем в зернах, потому что у нас автомат. Ну, и вот разные термос-кружки, кувшины. Здесь это есть в каждом доме, потому что, когда гостей приглашают, вот сразу делают несколько. Там один термос с кофе, один термос с чаем. Ну, а это с собой брать. Ну, здесь тоже еще посуда. Белая просто, тарелочки хорошие. Это, кстати, не костяной фарфор. Ну, вот это вот хорошая марка. Вот это вообще известная тоже марка. Такая, видите, с цветочками. Такая. Красивые тарелочки. Кто любит растительный рисунок, неленький. Смотрите, какая тарелочка десертная. Или тарелка для завтрака. С различными цветочками и ягодами. Ну, и вот ложки. Тоже вот люблю вот эту нержавейку. Амэфа. Хорошее качество. Палочки вот даже китайские. Это тоже хорошее качество. Ну, не мой фасон, как говорится. Ну, вот такие старомодные. Ну, есть люди, кто любит это. Вот, кстати, для стейка хорошая она. Ну, вот. Здесь все релизы. Тоже очень хорошее качество. И вот эти качества хорошие и недорого. Ни любая начинка китайская. Ну, хорошее качество. И кутки, тарелки. Большие десертные чашечки. И вот. Мусорные ведра, какие хотите. Здесь вот тоже. Ну, это керамика. Честно говоря, не очень люблю. Но, опять-таки, на любителя. Это вам для сравнения цены. То же самое, что у вас есть. И тут. Пошли-поехали. Все швабры, кстати, стало всего гораздо меньше. Выбор стал меньше. Как мне печально. Ну, вот моя любимая швабра. Где она? Самой швабры я не вижу. Ну, вот этими тряпками я пользуюсь. Вот, тряпки подешевее. Были 15. Теперь. Вот, считай, швабры не вижу этих. А теперь по 10. Треккера. Ну, а-у. Треккер. Треккер. Рыж-по. Я хотела показать вам такую интересную композицию, но я не могу показать. Вот, не хочется, смотри как красиво, ой тут прям пробка, но хорошо на него до 100 урана. Ничего себе! О, это же надо! Смотри, какая пробка образовалась, да? У нас погода сегодня чудеснейшая, правда, Саша? Такая прям температура приятная, вот 18-20 градусов. У нас это очень комфортабельная, комфортная температура. Просто прелесть, не жарко, не холодно, но в тени может быть даже как-то свежо, да? Но на солнышке прям вообще, ну на солнышке, наверное, градусов 25, даже жарковато 27, да? Завтра будет в тени 25, обещают. Прямо у нас такое бабье лето, если можно так назвать его. О, тут вот еще что-то случилось. Ой-ой-ой, прям серьезно, ты видел? О, и только недавно, наверное, случилось. Ой, господи, спаси и сохрани. Вот тоже едет, настолько прилив, загружен вещами и все... И прям едет, дышит ему взад, извините за выражение. Вот есть люди, которые абсолютно не чувствуют дистанции. Это так раздражает. Я вот хочу сказать, что по моим наблюдениям, это чаще всего мужчины. Потому что вот мужчины, они более такие самоуверенные. Ой, вот вы смотрите, что творится. Смотришь, пробка какая из-за того инцидента. И, видно, это случилось недавно, потому что еще нет ни полиции, ничего. И там три машины задействованы, но одна вообще. Да, вот левое переднее крыло прям всмятку. Ужасно. Ужасно. Тут вот у нас с этой стороны... Ну, вам, наверное, не видно этот замок Дайфонфорд, Голубинная крепость. Ну, если получится, то я вставлю вам кусочек. Либо это в следующее видео будет о посещении памятника в истории. Так что, кому интересно, я думаю, что, скорее всего, я сделаю это в следующем видео. Потому что слишком длинно получится. А сейчас я, наверное, ну, во всяком случае, пока попрощаюсь. Потому что такое яркое солнце все равно... Вот уже нахал в лес. Все равно, мне кажется, вам ничего не видно. Я, например, экран не вижу. Хотя я от солнца отвернула. Ну, так что посмотрю. Кстати, тыквы уже продают, видишь? Красота. Так что сейчас с вами прощаюсь. Потому что я еду, собственно, за продуктами. И всем желаю тоже удачных покупок. Толстого кошелька. Или больших сумм на вашем счету. Ну, а самое главное, это здоровье, хорошего настроения. Все остальное приложится. Пока-пока. Мамма миа. Голубь ударился. Он упал или нет? Ударился о крышу. Чуть не ударился о стекло. О, боже мой. И не могу остановиться машиной сзади. Ой, да что ж такое. Вчера было тринадцатое число. Пятница тринадцатое. Что такое сегодня? Смотри, какая машина едет.